Библия ясно говорит, что сын не несёт ответственности за грехи отца, а отец нанесёт ответственности за грехи сына. Доброта человека принадлежит только ему, как и зло принадлежит только злому. И его грехи... Да. Я перефразирую для тебя, как будто он никогда не грешил вообще. Это Иезекииль 18, 21. Опять же, грешить свойственно человеческой природе, верно? Нет, но Бог сказал, что Он может простить тебя, не убивая ни одного невинного человека. Да, Бог простит тебя. Почему тогда ты веришь, что Он убил невинного человека, как Иисус? Это означает, что даже если человек убивает людей, он всё равно попадёт на небеса, только потому, что он верил в Иисуса. Да, это несправедливо. Если они верят в Иисуса... Хорошо. И они действительно сожалеют в своём сердце, они будут прощены. Но что, если они всё равно продолжат убивать людей? И они верят, что Иисус умер ради них? Смотри, жертвы Иисуса бессмысленны, если ты можешь просто получить прощение, пока и в шесть. Потому что в Ветхом Завете было прощение, да. Но Бог не был так счастлив раздавать прощение таким образом. То есть Бог изменился? Конечно. Бог изменился. Бог меняет пути с человеком. Хорошо. Потому что Бог любил нас. Бог любил нас. И Он любил Своего Сына. Поэтому Он послал Своего Сына на землю, чтобы спасти нас от наших грехов. Хорошо. Позволь мне спросить тебя об этом. Если ты говоришь, что Бог в Ветхом Завете не хотел прощать людей... Он прощал людей. Но это не было просто бесплатным даром спасения, как с Иисусом. Справедливо ли это, если раньше тебе нужно было жертвовать, молиться, поститься и всё такое? А сейчас просто верь в Иисуса. Это не мне решать, это дело Бога. Но ты ведь понимаешь, что правильно и что неправильно верно. Да, но мои критерии правильного и неправильного может отличаться от... Ты ведь понимаешь, что понятие правильного и неправильного у Бога лучше твоего. Извини, ты не думаешь, что суждение правильного и неправильного у Бога будет высшим, чем у всех остальных? Конечно. Хорошо. Так что, если Бог призовёт к ответу... Да. Как ты сказал? Извесить сердца, верно? Да. Ты бы сказал, что тот, кто всё ещё насилует и убивает, но принимает Иисуса, всё равно попадёт на небеса, Потому что это бесплатный дар. Если он действительно раскаивается своим сердцем... Но почему он должен раскаиваться, если это бесплатный дар? Это бесплатный дар, но ты должен... Нет, нет, снова. Если ты должен покаяться и остановиться, это не бесплатный дар. Это бесплатный дар. Ты ведь понимаешь, что это не имеет смысла, верно? Потому что Бог взвешивает сердце. Ты не взвешиваешь сердце. Я не говорю, что я взвешиваю сердце. Просто потому, что ты говоришь, что... Скажем, скажем, кто-то говорит «Я верю в Иисуса», как ты сказал. Публично заявляет об этом. Хорошо. Хорошо. Так что теперь ты говоришь, что спасение — это бесплатный дар. Верно? Да. Иисус умер за их грехи, верно? Да. Так что если они говорят, что я верю в Иисуса, публично, это означает, что спасение — это дар, который уже принадлежит им. Верно? Но ты также должен сказать, «Боже, мне жаль». Зачем тебе это говорить? Где ты в Библии? Я не знаю стих, но я могу сказать, если бы это было так, то нет смысла умирать Иисусу. Нет. Смерть Иисуса есть смысл. Знаешь, разница, которую тебе нужно понять, заключается в двух вещах. Ранее ты упомянул о деяниях. Ты знаешь, что мы, мусульмане, верим, что мы не войдем в джанна, в рай, из-за наших деяний. Но мы войдем в него по милости Аллаха. Так что это номер один. Потому что ранее ты говорил о деяниях. Нет, наши деяния недостаточно хороши для того, чтобы мы вошли в рай. Твои дела — ничто. Это именно то, что я говорю. Без милости Аллаха, без милости Бога никто не входит в джанна, никто не входит в рай. Номер два, то, что ты называешь бесплатный дар, это называется платой крови Иисуса. Конечно, это не бесплатно. Кровь была оплачена. Да, Иисус заплатил. Да, именно так. Так что, когда у тебя есть плата, когда у тебя есть плата, это не считается бесплатным. Бесплатно, например, это если этот брат тебе должен сто фунтов. И затем ты сказал, я прощаю тебя, тебе не нужно мне возвращать их. Здесь нет никакой транзакции. Единственное, что есть, это твоё милосердие или твоя доброта, говорящая другому человеку, что твой долг был выплачен, и это бесплатно. Но если ты говоришь, я хочу оплату натурой, например, дай мне часы, или что-то ещё, то это называется оплатой, верно? Так что Иисус, Он заплатил своей кровью, хорошо? Это называется оплата. В исламе же у нас есть концепция прощения. Например, как то, когда ты прощаешь сто фунтов бесплатно. Я знаю, во что вы верите. Например, если я причинил тебе боль, ты должен простить меня, чтобы я был прощен. Нет-нет, это другое. Я говорю, грех в отношении Бога. Бог простит тебя, если ты искренне раскаешься перед Ним. Да, не нужно, чтобы кто-то за это умирал. Не нужно никакой оплаты. Давай вернёмся к твоему примеру. Если ты причинил мне боль, ты должен простить меня. Да. Ты в это не веришь? Нет. Так что если я причинил тебе боль, кто должен простить меня? Мне не нужно прощать тебя, чтобы Бог простил тебя. Хорошо. То есть если я причинил тебе боль, Бог может простить меня. Тебе не нужно прощать меня. Мне не нужно прощать тебя. Серьёзно? Так что если я заберу все твои вещи прямо сейчас... Это нормально, это всё материальное, мне всё равно. Тебе всё равно, оно материальное? Ладно, давай сделаем это. Спасибо. Всё в порядке. Что ещё ты мне дашь? Куртку? Да я просто прикалываюсь над тобой. Я могу дать тебе это. Крест? Нет. Крест оставь себе. Я не верю, видела поклонство. Слушай, слушай. Мне не нужны твои вещи. Но позволь мне спросить тебя кое-чем. Иисус носил крест. Он умер на кресте. Он носил крест. Он сказал «Возьмите свои кресты и следуйте за мной». Где он это сказал? Я могу поискать, но я не знаю. Это в Библии? Да, это в Библии. Я тебя понял. Он сказал «Возьмите свои кресты и следуйте за мной». Матфей 16, 24. Отлично. Так это из Библии? Да. Так что ты полагаешься на Библию, реальную физическую книгу? Да. Верно. Правильно. Но подожди, это не... Нет, нет, нет. Но я говорю, что... Нет, подожди, подожди. Это совершенно нормально. Позволь мне прояснить кое-что. Чтобы ты не говорил мне, ты возвращаешься к Библии. Я возвращаюсь к Иисусу. Подожди, Иисус сказал тебе это или это говорит Библия? Иисус сказал мне. Подожди, то есть Иисус пришел и говорил с тобой? Конечно. Он сказал тебе все это. А как я еще мог рассказать тебе об этом? Как выглядел Иисус, когда Он пришел к тебе? Это не... Он как бы не физический. Тогда откуда ты знаешь, что Он пришел к тебе? Ты ведь можешь видеть только то, что является физическим. Как ты узнал, что это был Иисус? Погоди. Так ты говоришь, что Иисус пришел, и сам сказал тебе этот стих из Библии? Он не говорил мне этот стих. Так откуда тогда ты взял этот стих? Он заполнил меня своей любовью, и Он заставил меня доверять Ему. Где ты взял этот стих? Я взял этот стих из Библии. Тогда ты взял этот стих из Библии, а не от Иисуса. Но Иисус пришел ко мне и спас меня и наполнил меня своей любовью. Ты прыгаешь до сюда. Потому что я еще не закончил. Хорошо, говори. Иисус пришел ко мне и наполнил меня своей любовью и спас меня. Хорошо. Он дал мне цель, и Он спас меня от моих грехов. Он спас меня от депрессии. Хорошо. Он наполнил меня любовью и дал мне новую жизнь. Хорошо? Ладно. Поэтому, когда Он пришел ко мне, Он наполнил меня любовью. Он сказал, следуй за мной, доверься мне, и я покажу тебе. И он сказал, «Бог открой тебе, что нужно открыть». Где он это сказал? Я не помню. Я прочитал всю Библию, но не помню этого. Нет-нет, но это в Библии верно. Так что не Иисус сказал тебе это. Ты снова возвращаешься к Библии. Точно. Каждый раз ты возвращаешься к Библии. Библия — это Слово Божье. Это Слово Божье. Нет никакого способа, что всё это было правильно. Хорошо, отлично. Слушай, в то же время там говорится, «Бог открой тебе то, что нужно открыть». Итак, когда я читаю Библию, я читаю, и выделяется стих, который, как мне кажется, Бог пытается мне показать. Хорошо? Вот как я это понимаю. То есть то, что ты считаешь... Нет, это не то, что я считаю. Хорошо. Ты когда-нибудь слышал голос Бога? Он такой резкий, он сотрясает твой мозг. У тебя что, биполярное расстройство, или... У меня нет биполярного расстройства. Хорошо, это хорошо. Ты понимаешь духовные аспекты этого? Конечно, но послушай. То, что ты делаешь, это цитируешь отрывки из Библии, чтобы доказать свою точку зрения, верно? Да. Библия истина. Это истина. Так же, как и отрывки в Коране вероятной истины. Так же, как наука... Нет-нет-нет. Итак, еще раз. Коран на 100% истинен, без каких-либо ошибок. Это невозможно. Нет, на 100% истина. Хорошо, могу я задать тебе вопрос о Мухаммаде? Говори. Алейхи саляту вассалам. Хорошо, был ли он чист? Да, он был чист. Он был чист? Да. В Сунне 9.29 говорится... Сунна? Может, сура? Подожди, брат. Пусть он это сделает. Одна из них, там говорится... Сунна или сура? Любая из них. 9.29. Это все, что я помню. Нет, суна — это что-то другое. Я понимаю это, но я еще не читал Коран. Ты не читал Коран? Как ты можешь цитировать суру из него, если ты не читал? Я где-то прочитал этот стих, но там говорится... Хорошо. Что-то вроде... Но не суди меня. Давай посмотрим. 9.29, хорошо? 9.29, там говорится... Кстати, где ты это прочитал? Я просто где-то это увидел. Ты просто где-то это увидел? Хорошо. Продолжай. 9.29. Да, именно так. Так вот, слушаем. Так ты говоришь, что Мухаммад был чист, верно? Ты спрашиваешь об аяте или о пророке Мухаммаде, алейхи саляту вассалам? Я прочитаю. Да, прочитай его. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день. Которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, и которые не исповедуют истинную религию. Хорошо. Так что он говорит, сражайтесь с людьми, которые не верят в ислам. Как можно убивать... Какой контекст? Контекст? Оу. То есть ты не знаешь, что такое контекст? Хорошо. Расскажи мне контекст. В каком контексте была ниспослана сура Ат-Тауба? Какая это сура? Я не уверен. Я не знаю. Так что если ты не знаешь, то не вырвай аяты из контекста. Хорошо? Какой контекст? Сура Ат-Тауба была ниспослана в контексте войны, которая происходила. Хорошо. Этот аят был ниспослан в отношении тех, кто напал на мусульманскую умму. Хорошо? В то время неверующие пришли сражаться с мусульманами. И тогда Аллах повелел сражаться с теми, кто сражается с тобой. Нет, там говорится, сражайтесь с теми, кто не верит в Аллаха. Опять же, контекст. Я думаю, там довольно ясно сказано. Опять же, ты читаешь стих вне контекста. Да, но неважно, сражаюсь ли я. Ты можешь обнаружить мусульман, которые сражаются друг против друга, верно? Да, можешь. Так что там не говорится, если кто-то сражается с тобой. Там говорится, если кто-то не верит в Аллаха, сражайтесь с ними. У тебя есть люди, которые не веруют в Аллаха, хорошо? Неверующие, которые нападают на тебя и пытаются тебя уничтожить. Битва аля Хзаб, в контексте которой была ниспослана Сура Ат-Туба. Там говорится о сражении с этими людьми, которые не веруют в Аллаха. Ты не можешь вырывать это из контекста и применять в отношении всех категорий неверующих. Например, в Библии. Ты знаешь, когда было велено атаковать малькитян? Хорошо. Ты знаешь об этом или нет? Мне понадобится больше контекста. Хорошо, сейчас. Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и казните передо мною. Ты знаешь, что это была притча Иисуса? То есть теперь Иисус нечист, основываясь на этом стихе в Луке 19, 22. Справедливо. И, кстати, это только один из стихов, я могу привести еще больше. Ты можешь прочитать это вслух? Теперь, что касается тех моих врагов, которые не хотели, чтобы я был их царем, приведите их сюда и казните передо мной. Лука 19, 27. Посмотри на это. Хотя не беспокойся, это просто физическая книга. Не беспокойся. Во втором пришествии ты знаешь, что Иисус делает со своими врагами? Он сделает именно это. Он соберет и убьет всех своих врагов. И сделает их под ножем своих ног. Тех, кто не верит в Иисуса. Именно. Так что ты назвал бы его чистым? Потому что ты ранее сказал, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалам, нечист из-за этого аята в Коране. Он убьет их перед собой, как в притче. Но это... Так как это чисто, а Коран нет. Да. А как насчет... Подожди, подожди. Да, я признаю, это хороший аргумент. Хороший аргумент? Да, это хороший аргумент. Хорошо говори. А как насчет стиха, где Мухаммад женился на детях? Какой это стих? Покажи. И, кстати, изнасилование это не является грехом в исламе. Но хуже того, в нем есть два закона, которые это разрушают. Подожди, подожди. О каком аяте Корана мы говорим? Вот. Мы ищем 2, 223. Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как вы пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Так, где здесь говорится, что ислам дозволяет изнасилование? Это, по сути, означает, что насиловать можно. Здесь говорится, что это твоя жена. И ты можешь приходить к ней, когда захочешь, потому что ты женат. Нет, нет, подожди, подожди. Это нормально, я понял это. Где здесь говорится, что насиловать можно? Хорошо, теперь я понял это. То есть это неправильно? Да, это неправильно. Хорошо, хорошо. Мы делаем успехи. Но прежде чем ты уйдешь... Да. Здесь говорится, первая книга Царств, 15-3. Теперь иди и сразись с амалькетянами. Ты должен полностью уничтожить их и все, что им принадлежит. Никому не давай пощады. Убей всех мужчин и женщин и детей, и даже грудных младенцев. Убей всех коров и овец, и всех верблюдов и ослов. Хорошо. То есть, согласно этому стиху, ты веришь в убийство. Теперь, что касается изнасилования в Библии. Если человек встретил непомолвленную детственницу и заставил ее иметь с ним половое сношение, и если люди видели случившееся, то пусть он уплатит отцу девушке 50 шекелей серебра, и пусть девушка станет его женой. То есть, если мужчина найдет детственницу и будет держать ее, и заставит ее сношаться с ним, он просто должен отдать отцу 50 шекелей, и тогда она станет его женой, и он не сможет даже развестись с ней, и она должна будет быть его женой навсегда. Но в наши дни это ясно, что было написано. Это закон Библии. Согласно тебе, закон Божий. Он говорит, что я могу насиловать женщину и дать ее отцу 50 шекелей, и теперь я владею ее навсегда. Нет, потому что это Ветхий Завет. Теперь это закончилось. Ветхий Завет от Бога? Да, но он закончился. Но разве Бог предписал это? Да. Ты веришь, что Бог предписал тебя изнасиловать женщину и дать отцу 50 шекелей? Очевидно, да. Дэвид, ты знаешь, что это неправильно. Ну, это не я. Ты знаешь, что кто насилует женщину и дает ее отцу 50 шекелей, и теперь ты владеешь ей вечно? Ты знаешь, что это неправильно. Хорошо, это неправильно. Большое спасибо. Прочитай Коран. Хорошо, я прочту его. И в следующий раз я приду подготовленным. Потому что я не был готов к этому спору. Это не спор. Ну, это спор. Это не спор. Это спор. Это не спор. Да, это спор. Прочитай Коран. Я помолюсь за тебя. Прочитай Коран.